Ребят, привет! Привет всем, кто с нами давно и тем, кто первый раз смотрит наши ролики. Извините, что в прошлые выходные ничего не вышло, потому что замотался, много работы. Мы же СТО открыли, если кто-то еще не в курсе заезжать. Ну, конечно, они думают, что я СТО открыл и вообще теперь писать ничего не буду. Но нет, мы продолжаем работать, продолжаем делать для вас контент. И сегодня у нас будет несколько интересных новостей. А вы знаете, что было в этот понедельник? В этот понедельник было 1 апреля 2019 года. Почему я знаю, что 1 апреля это был понедельник? Да потому что все автолюбители Беларуси с нетерпением ждали эту дату. Ну как чего, они обещали дорожный сбор отвязать от техосмотра. Я, кстати, до сих пор техосмотр не прошел. Мы все ждали это долбанное 1 апреля. Никто не проходил техосмотр, потому что все думали, что его отвяжут от дорожного сбора. Ждали-ждали. 1 апреля наступило и ничего не поменялось. Так я что-то не понял, мне проходить техосмотр или ждать? Спрашивают многие. А в ответ тишина. Еще одна новость, о которой хотелось бы поговорить, это то, что в России с 3 апреля будут собирать легковые машины Мерседес. Все увидели. Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите. Если кто-то не в курсе, то до сегодняшнего дня в России из Мерседеса собирали только коммерческий транспорт. Многие, наверное, подумали, что Мерседес настанет дешевле, но нет. Потому что Мерседес заявил, что ценообразование не зависит от локализации производства, а зависит от спроса и предложения. Улучшится теперь качество сборки или ухудшится? Об этом мы узнаем только, когда начнем покупать эти автомобили. Ну а цены на них будут продолжать расти. По крайней мере, так говорят. И, кстати, мощность нового завода Мерседес в России рассчитана на 25 тысяч автомобилей в год. Пф, слабаки. То ли дело нас жили. Сразу же на 60 тысяч замахнулись. Еще одна новость, о которой хотелось бы вам рассказать, это то, что Ford наконец-то выпустил новый свежий кроссовер. Ну как новый. Это Ford Kuga просто уже в новой будке. Новый Ford Kuga построен на модульной платформе C2, которая лежит в основе семейства Focus 4-го поколения. Он стал длиннее и шире. Гамма двигателей для европейского рынка включает 1,5-литровый бензиновый 120 либо 150 лошадиных сил и два дизеля объемом 1,5 и 2 литра. 120 и 190 лошадиных сил соответственно. Привод может быть передним или полным. При этом основную ставку в компании делают на гибридные модификации. Бензиновые силовые установки с возможностью подзарядки от розетки и без нее. А также вариант на базе дизельного агрегата. По мне так тачка получилась прикольная, симпатичная. Чем-то смахивает на Мазду CX-5. Ну, визуально, по крайней мере, мне она нравится. Я бы, наверное, взял бы ее на тест. Но самая главная новость от Ford это то, что производство этой марки в России сворачивается. Три завода, которые сейчас работают в России, будут выпускать автомобили еще до осени этого года, а потом уходят с российского рынка. И для некоторых белорусов это будет положительный момент. Поскольку мы все любим европейские тачки, то теперь наш дилер, как я понял, будет продавать исключительно европейские тачки. И, кстати, по всему этому поводу в России обещают большие скидки, потому что будут распродавать остатки. И, чтобы вы понимали, на Ford Fiesta будет скидка в районе 70 тысяч, на Ford Focus самый ходовой будет скидка в районе 175 тысяч российских рублей, а на флагман Ford Explorer будет скидка в районе 400 тысяч. И мне стало интересно, а будут ли такие скидки у нас в Беларуси? Ведь машины едут оттуда. Давайте позвоним. Ту-ту-ки-ту-ки-ту-ки-ту. Здравствуйте, вы позвонили в автоцентр Ford Atlant M Боровая. Оставьте у нас на хранение шины и получите скидку 30% на шиномонтаж. Плюс 59 тысяч. Заплатите мне за рекламу. Вернем бонусными валами с целью улучшения качества обслуживания все разговоры. Номер карты будет в описании. Добрый день, я тут Анна, чем могу помочь? Здравствуйте, Анна, меня зовут Женя. С кем могу поговорить по поводу покупки нового автомобиля? Евгения, я сегодня вас с менеджерами делал продажи, они уже более подробно проконсультируют. Какая модель автомобиля заинтересовала? Ford Focus. Как физически хочется, будете обращаться. Спасибо за информацию, ожидайте и соединяйте с новым продажам. Здравствуйте, Владислав. Такой вопрос. Вот интересует Ford Focus новый в максимальной комплектации универсал. Так, а двигателем 1.6? 1.6, да. 1.6, на автомате, на механике? А что в наличии вообще есть? Так, ну если начинать с механики, наличия на механике пока нет в автомобиле, но приедет 2 синего цвета автомобиля. 42190 рублей они будут стоить. Это кидание, он комплектация с пакетами. С релинжами, с пакетом технологии, это сквозь контроль системы автоторможения. Также будет еще пакет городской, это парктроники задние, с олекоприндурной складнику, зеркал, камера заднего вида с динамической траекторией. И пакет подготовки к эксплуатации, он идет на всех автомобилях, в принципе, это коврики, противовики, защита двигателей, сетка, оклейка, аморскаторы капота, то есть полностью каплитованные автомобили. Да, да, я понял. Скажите, у меня вот такой вопрос. Там, это же правда, да, что заводы закрывают в России? Да, на данный момент, то есть есть информация о том, что заводы закроются, но это будет уже в июне месяце. Ага, а вы же, получается, машины из России, из российских заводов везете? Да, это объездил с российской борьбы. Да, да, вот момент просто. Там мне сказали, что на Ford Focus в России теперь скидка 175 тысяч рублей российских. У нас тоже будет эта скидка? Скидка на данный момент еще согласовывается, в принципе, нашим руководством, но опять же, если что, мы такой дилер, который общается индивидуально, мы готовы сделать индивидуальную скидку. Что касается скидок в России в размере 175 тысяч, то это заманило в том плане, что скидка предоставляется на автомобиле 18-го года, с учетом, что это старый автомобильный зачет, что вы возьмете кредит, что вы возьмете субсидируемый кредит от государства, именно. То есть это все совокупный скидок. Так общая скидка у них составляет порядка 30-50 тысяч рублей. Я понял. Ну, у вас, я думаю, эту скидку тоже можно согласовать. В принципе, да. То есть если вы подъезжаете, будем общаться индивидуально тогда уже. То есть тут надо понимать, какая плата будет наличными, неналичными, трейдинг будет, не будет. То есть мы будем формировать уже такие общие скидки. Я вас понял. Хорошо, спасибо большое. Наверное, подъеду пообщать, да. А подъедете, если когда? Не могу сказать, когда. Очень занят, очень много работы. Может быть, супруга моя приедет к вам. Не знаю. А, супер. Давайте, как поступить, можете я вам скину смс-сообщение со своим контактным номером. Если что, если супруга подъедет, пусть набирает у меня, я вам ответил. Я расскажу более подробно. Номер телефона у вас? Да, это мой номер телефона. Можете на него скидывать. А откуда узнали предложение по фокусу вообще, в принципе? Предложение со скидкой 175 тысяч? Ну, вообще по фокусу. Да просто, ну, мониторю рынок, думал, что покупать. Hyundai или Ford Focus? Вот, думаю пока еще. Я, естественно, скажу, Ford Focus. Отвечается. Ну, логично. А что бы вы еще сказали? Не Hyundai же. Ну, да. Нет, если я работал на Hyundai, я бы еще посомневался, на самом деле. Я понял. Хорошо, спасибо большое за информацию, да. СМС? Да. Спасибо вам. Частично играйте. Спасибо. До свидания. Да, вот частично то, о чем мы с ним поговорили, это правда. В России, вот, кстати, те, кто не знает, вот вам еще одна новость сразу же сходу прилетела. Если вы ищете себе автомобиль в России, смотрите цены, не всегда эти цены будут теми, которые вы их видите. То есть, условно говоря, цена миллион, но при этом оказывается, что эта цена будет вам доступна только при условии, что вы сдадите свой автомобиль в Trade-in, возьмете кредит или лизинг, или возьмете у них каких-нибудь доп. пакетов тысяч на 150 российских, и тогда, да, вам посчитают машину по цене миллион. А когда вы такие вроде посмотрели, ага, миллион, взяли деньги, поехали в Россию за машину, приезжаете, а машина стоит не миллион, а миллион двести. Вот. Это такое дело есть, это правда. Ну, вот по скидкам, на самом деле, я думал, тут сейчас у них будет жесткий факап, и они скажут, что нет, у них там скидки есть, а у нас скидок нет. Ну, видите, наши, походу, начинают развиваться, работать, уже можно разговаривать, обсуждать какие-то скидки, и это хорошо, мы все-таки идем к цивилизации. Ну, на сегодня, наверное, все. Это все, что я хотел вам сказать. Думаю, эти новости были полезны. Я, по крайней мере, надеюсь, что они были для вас полезны. Напишите ваше мнение по поводу всего вот этого в комментарии. Меня зовут Женя. Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить лайк. Всем пока! Ну, на снимке там сделай что-нибудь. Тюрьму меня посади, не знаю. Забылся, пометочки сделай. Ну, что, можно сказать, типа, там, ребята, я пропустил, простите. Да потому что все автобелорусы... Автобелорусы? Автобелорусы! Он в шоке, да? Я не знаю, как он сказал. И, может, это и не Румас был вовсе. Тогда колесо. Ко-ле-со. Ну, при чем тут Моссадес к джили? Блядь, у нас Россия. У нас... у нас ВСНГ. Блядь, почему потому что? Почему потому что? Может, и потому что? Почему? Потому что. Да, нормально. В принципе, нормально, все равно. Я не знаю, что. А... А, а! А! О, я миру, ты... Субтитры сделал DimaTorzok